Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео поговорим о том, чем же отличаются сайты от приложений, которыми будут реально пользоваться. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения под систему Android, тем самым будь уверенным в завтрашнем дне, если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится, и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать, либо в компании, либо работая на себя, в офисе или удаленно, если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ, если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизни огромного количества людей и зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на Android разработчика. Я вас обучу на профессию Android разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно. На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки. Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется. Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении. Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной, есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. До встречи на обучении. Я очень часто вижу и говорю очень часто в своих роликах о том, что очень часто я вижу начинающих Android разработчиков, которые приходят и хотят делать какие-то мобильные приложения и работать на себя исключительно. И они начинают делать мобильные приложения и продавать их определенным компаниям. Но проблема происходит следующая. Эти компании не хотят покупать эти мобильные приложения. А все дело в том, что по факту они не сделали никакой уникальный сервис для компаний, а сделали дубликат сайта, то есть сайт, но в формате мобильного приложения. Естественно, такие мобильные приложения никому не нужны, потому что, собственно, сайт как инструмент привлечения трафика. Мобильное приложение как установка более сильного взаимодействия с клиентом. Сайт нужен для того, чтобы привлечь клиентов к себе. Например, сайт салона красоты. Он предоставляет информацию об услугах, показывает отзывы и в целом дает информацию просто о компании. Мобильное приложение на это не способно, потому что для того, чтобы вас найти, пользователь должен скачать ваше мобильное приложение. Естественно, когда ищется какая-то услуга, мы идем за ней в браузер и в браузере уже входит ваш сайт. Поэтому сайты в большинстве своих случаев являются чисто таким информационным продуктом. Сайты просто предоставляют информацию. Ну вот представьте такую ситуацию, что человек нашел вас, пришел к вам на посещение того же салона красоты, приобрел какую-то услугу, она ему понравилась. И вы ему предлагаете, допустим, на втором посещении, вы уже отлавливаете, сколько раз вас человек посетил, на втором посещении предлагаете ему скачать ваше мобильное предложение. Так что понимаете, потому что понимаете, что человек к вам будет приходить еще раз и раз, ему уже нравится ваша компания, ваш салон красоты, и он будет пользоваться услугами. То есть это реально ваш клиент, и такого клиента нужно более сильнее прогреть. И поэтому вы предлагаете ему скачать мобильное приложение для того, чтобы более удобнее записаться, для того, чтобы получать информацию о скидках или о дополнительных услугах. То есть вы его мотивируете. Человек скачивает мобильное приложение, и с ним уже устанавливается более тесная связь, более плотный диалог может с ним, может использовать более такие психологические инструменты для более частого привлечения такого клиента в ваш тот же салон красоты. То есть сайты нужны чисто для информационного продвижения, чтобы найти прям клиентов с улицы. А мобильные приложения нужны уже для установки более детальной взаимосвязи с клиентом. Например, говоря о том же салоне красоты, мы можем какие услуги предоставлять через мобильное приложение? Мы можем давать возможность, мы можем давать функционал быстрого заказа и записи на прием через тот же чат со специалистом, то есть со стилистом. Также мы можем давать возможность быстрой записи с выбором времени и с просмотром свободного времени у конкретного специалиста и быстрого выбора услуги, которыми он уже пользовался и которая, эта услуга у него лежит в избранном. Да, можно все в формате сайта сделать, но можно все в формате мобильного приложения. Мы можем предоставлять ему личные какие-то акции, личные скидки, тем самым клиент будет видеть заботу о себе и сильнее прогреваться к вам и уже от вас никуда не денется. То есть вот в этом сама суть создания мобильного приложения. Создавать не информационный продукт, а создавать сервис, потому что мобильные приложения должны позволять что-то сделать, не давать общую информацию, а просто сделать. И мобильные приложения, как я говорил в прошлом видео, стоит разрабатывать с определенным уклоном. Либо это приложение для бизнеса, то есть как я вам сейчас описал, для того же салона красоты, для развития бизнеса, либо это лично ваше мобильное приложение для конкретного региона, для конкретного города, для конкретного поселка, где собраны различные услуги, которые находятся в этом же поселке. Это либо услуги такси, услуга доставка еды, услуга также нянь, стилистов и всего такого прочего. То есть весь спектр услуг собран в таком неком портале вашего региона, вашего города, поселка, но оформлено в виде мобильного приложения. Такие, кстати, вещи очень просто продвигаются. Либо это приложение для какой-то узкой профессиональной сферы, для какой-то узкой ниши, такие как мобильные приложения для докторов, для определенных докторов, тех же неврологов, то есть или мобильное приложение там для электриков, вот что-то узкое. Также к узкой сфере можно относиться, относить мобильные приложения, которые созданы для специальной категории людей, И которые связаны с друг другом определенным хобби. Например, мобильное приложение для рыбаков, то есть по рыбалке, для охоты, для охотников. То есть у которых есть общие интересы. И там можно сделать и платформу для общения, и советы, чтобы люди пользовались, публиковали какие-то свои истории. То есть или советы, где куда можно поехать. Да, но это так же как и для туризма. То есть это вот такие мобильные приложения, можно сказать, для узкой профессиональной и не очень профессиональной сферы. Или связанной с отдыхом. Есть приложения, которые позволяют снять, скажем так, напряжение. Это приложение антистресс или игровые развлекательные мобильные приложения. То есть нужно создавать что-то специфичное для пользователя, либо готовые решения можно для бизнеса. То есть сама суть, будет успешно ваше мобильное приложение или нет, зависит от того, делаете ли вы просто какой-то информационный ресурс или делаете готовый сервис, который позволит что-то сделать вашим потенциальным пользователям. Если вы делаете готовый сервис, то ваше приложение обречено на успех. Если вы же делаете что-то общее, просто как второй сайт, ну такие мобильные приложения никому не будут нужны. Потому что проще использовать сайт, нежели скачивать мобильные приложения. Тем более сейчас есть даже такая технология, забыл как называется, которая может сделать из вашего сайта просто мобильное приложение. Там очень просто. Но опять же нужно навыками фронтенда обладать, чтобы это сделать. То есть по факту, если вы делаете сервис, то мобильное приложение будет успешным. Если делаете просто что-то информационное, то вряд ли. И также нужно смотреть тематику мобильного приложения, понимать для какой аудитории вы его делаете. Если вы будете правильно подходить к созданию мобильного приложения, к самой идее и к последующему продвижению, настройке маркетинга, то такое мобильное приложение будет успешным. Ну я надеюсь стало более или менее понятно, чем отличаются сайты от мобильных приложений и какие мобильные приложения стоит создавать. А на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.